Всем привет дорогие друзья! Сегодня на обзоре источник бесперебойного питания APC BEC UPS BV800i. Поставляет устройство в яркой информативной упаковке, на которой можно найти основные технические характеристики, наименование модели и изображение устройства. Внутри коробки находится техническая документация, гарантийные обязательства. Обратите внимание, техническая документация также присутствует и на русском языке, что немаловажно. В комплект поставки также входит сам источник бесперебойного питания и адаптер для подключения к персональному компьютеру. Стандарта IPC с коннекторами C13 и C14. На лицевой поверхности расположено 6 розеток, каждая из которых способна обеспечить стабилизацию напряжения и имеет доступ к внутренней батареи. Выходная мощность устройства составляет 450 вольт, номинальное напряжение 230 вольт. По всему периметру устройства имеются вентиляционные отверстия для отвода избытков тепла. На нижней поверхности имеется перемычка для замыкания цепи и подключения аккумуляторной батареи. Здесь же расположены крепежные стеновые отверстия. В инструкции по эксплуатации идет шаблон для того, чтобы разметить расположение отверстий. На боковом торце расположен штекер для подключения сетевого кабеля и многоразовый предохранитель, а с другой стороны кнопка включения и отключения питания, оснащенная светодиодной подсветкой. Также устройство имеет звуковую индикацию. Перед началом работы производитель рекомендует зарядить устройство на протяжении шести часов. Сейчас давайте посмотрим какое напряжение в данном состоянии будет на розетках. Извините, вам не видно. 177,7 вольта. Здесь 184 вольта. Обратите внимание, когда питание от сети отсоединено, устройство подает звуковой сигнал. Теперь давайте подсоединим источник беспребойного питания к сети 220 вольт, бытовой и домашней сети и замерим опять напряжение на розетках. Работа устройства обеспечивает необслуживаемая сфинцово-кислотная аккумуляторная батарея, емкость которой составляет 7 ампер часов, а напряжение 12 вольт. Итак, подаем напряжение 220 вольт и посмотрим, какие показатели у нас будут сейчас на розетках. 236 вольт, 236 вольт, 236 вольт. Ну а сейчас давайте перейдем к тестированию устройства. Для этого подключаем системный блок, на дисплее включаем часы и отключаем подачу электроэнергии ровно в 21.35. Хочу сказать, что системный блок будет работать без нагрузки, только фоновая работа приложений. Монитор подключен отдельно. На борту системного блока расположено 16 гигабайт оперативной памяти, видеокарта GTX 10600, а также блок питания на 600 ватт. Напряжение на розетках 197 вольт. Итак, давайте посмотрим, как долго способен отработать системный блок без нагрузки от данного источника бесперебойного питания. В целях экономии время, давайте ускоримся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Источник бесперебойного питания APC Black UPS BV800i способен обеспечить бесперебойную работу системного блока на протяжении времени до 42 минут. Данного времени более чем достаточно для того, чтобы сохранить все открытые проекты, все документы, которые находились у вас в работе на текущий момент времени, в момент отключения электроэнергии. При этом следует помнить, что если операционная система загружена какими-либо сложными задачами, и если к источнику беспребойного питания подключен монитор, время автономной работы значительно сохранится. Ну, на самом деле, следует ориентироваться на 3-4 минуты, не более. Ну, в любом случае, данного времени будет достаточно для сохранения всех открытых документов, всех открытых проектов. Конечно же, если идет обработка видео, можно не успеть, но для домашних условий, на самом деле, данного устройства более чем достаточно. Тестовые замеры показали, что при нагрузке в 50 Вт источник беспребойного питания способен отработать 1 час 6 минут, при нагрузке в 100 Вт 26 минут, при нагрузке в 200 Вт 9 минут, а при нагрузке в 300 Вт 1 минуту 42 секунды. Ну, это вот объективные показатели, на которые следует ориентироваться при работе, при выборе данного источника бесперебойного питания. Вот, обратите внимание, 42 минуты прошло, часы звуковые сигналы и отключение. Подводя итог, хочется сказать, что данное устройство является отличным решением для бытовых нужд. При его помощи вы гарантированно не потеряете свои данные, не потеряете свои проекты. На этом обзор буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока.